Великобритания 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 В Индии арестован один из самых разыскиваемых преступников страны – Ясин Вхаткал. Лидер исламистской группировки «Индийские маджахеды» был задержан в ходе спецоперации на границе с Непалом. Он обвиняется в подготовке ряда терактов, унесших в жизни десятков людей. По версии полиции, индийские маджахеды получали деньги от пакистанских террористов. В Северной Корее публично расстреляны участники известного музыкального коллектива «Оркестра Инхасу». Их обвинили в производстве и распространении порнографической продукции. Среди казненных оказалась и бывшая любовница лидера КНДР Ким Чен Ына. Нынешняя жена главы Северной Кореи ранее также была участницей «Оркестра Инхасу». Жизнь на Землю занесли с Марса, так считает американский биохимик Стив Беннер. Основатель синтетической биологии, поддержал сторонников молибденовой теории зарождения жизни, заявив, 4 миллиона лет назад на Красной планете было намного больше кислорода, чем на Земле, а это было необходимо для окисления молибдена. На итальянском острове Лидо стартовал юбилейный 70-й Венецианский кинофестиваль. Членам жюри предстоит оценить 20 конкурсных картин. Еще десятки работ будут показаны в разных программах. Председателем жюри стал итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. В далеком 1983-м он уже возглавлял жюри 40-го Венецианского фестиваля. В нынешнем году кинофорум впервые открылся 3D-картиной. Это «Гравитация» Альфонсо Куарона с участием Джорджа Куни и Сандры Булок. Обладатели главной награды «Золотого льва» будут названы 7 сентября. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин